Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Марина Кмеловская, организатор международного фестиваля «Развитие личности. Жизнь как чудо». И я знакомлю вас с мастерами нашего фестиваля. Сегодня со мной на связи Алина Касьяненко. Алина, привет! Привет! И я хочу рассказать вам об Алине. Очень начать с классной такой истории нашей, душевной. У нас с Алиной есть своя история. Я очень счастлива, что она будет выступать у нас на фестивале, потому что это девочка, которая сама с нуля достигла тех высот, на которых она сейчас находится. Алина, твой мастер-класс называется «Денежная энергия. Базовые настройки». Скажи, пожалуйста, в чем уникальность и какой ты была пару лет назад? Да, «Денежки» — это одна из моих любимейших тем. Я ее очень люблю, потому что все, что буду рассказывать, я пропустила через себя. Ну, когда человек рассказывает про деньги, то логично сказать свою точку «А», откуда начинался путь. Он начинался с достаточно скромных условий. Мы уже, например, с мужем жили вместе. Это была съемная комнатка в Киеве, даже не квартира, а комнатка. Мы там ютились, мы были тренерами в тренажерном зале. Потом уже немножко вышли на другой уровень и сценили квартиру однокомнатную. Но денег реально хватало на просто выживание. Заплатить за квартиру в Киеве, купить продуктов и один раз ходить в кино в месяц. Вот такое. Даже свадьба у нас была сыграна на тысячу долларов. Это было вот все вот так собиралось от зарплаты до зарплаты. И на всем экономия тотальная. Вот это такая вот стартовая наша точка. Сейчас все намного приятнее, намного изобильнее. Живем в прекрасном огромном доме возле моря. Зимуем мы на Бали. В основном шесть месяцев в году мы живем в тепле под пальмами. И можно сказать, люблю очень эту фразу, на жизнь мечты хватает. Круто. Вот мое восхищение, потому что я уже несколько лет слежу за твоим путем. И действительно то, что ты будешь давать на мастер-классе, это то, что ты пропустила через себя. И то, что лично тебе помогло из маленькой такой забитой серой жизни сделать жизнь своей мечты. Это действительно достойно уважения. Более того, я хочу сказать, что с Алиной мы знакомы уже несколько лет. Алина когда-то у нас училась. На Бали мы тоже с Алиной виделись, встречались. И безусловно, хочется сейчас в этом интервью, Алин, получить от тебя, как от мастера, три вредных совета. Вот что нужно делать, чтобы остаться в своей серой жизни навсегда. И потом три практических совета, что же нужно делать прямо после этого интервью. Какие-то короткие практики, которые будут действенны сразу после этого видео. Давай начнем с вредных советов. Давай с вредных, хорошо. Значит, первое, что нужно сделать, чтобы остаться на своем днишке, это поверить в то, что Вселенная глупышка и что ее можно как-то перехитрить, где-то ущипнуть не своего, где-то кого-то обмануть, где-то что-то скачать, где-то проехать зайцем и так дальше. Потому что Вселенная все видит, Вселенная все знает. И каждый наш такой посыл будет возвращать в нашу жизнь нехватку. Потому что именно нехватку мы транслируем, когда мы скачиваем безоплатно какие-то материалы, за которые стоило бы заплатить. Когда мы вскладчино покупаем какие-то курсы. Когда мы не ценим энергию автора, либо владельца. Продолжайте делать это и будете на том же месте. Это первое. Круто. Записывайте, кто хочет остаться в бедности. Второе. Никогда не заботьтесь о своем ресурсе и своей энергии. Если вы не будете это делать, если вы будете позволять запивать продукты, запивать чизбургер Кока-Колой, если вы не будете следить за своим режимом дня, если вы будете заливать пять чашек кофе в себя, если вы не будете заниматься активностью, если вы не будете практиковать какие-то энергетические практики в любой из традиций, в любом виде, тогда тоже, к сожалению, результатов каких-то выдающихся не получится добиться. Потому что я очень люблю эту фразу «высокая энергия дает высокие результаты». То есть если мы хотим, а деньги — это энергия, если мы хотим выходить на новые какие-то объемы, на новые результаты, у нас внутри должен быть импульс, должна быть энергия и сила, на которые будут притягиваться эти результаты. Слушай, ну круто. Получается, что человек сливает свою энергию, вместо того, чтобы тратить ее на какие-то новые идеи, заработок денег, развитие бизнеса, либо своих каких-то навыков, он просто тупо сливает это на сериальчики, на плохую еду, потому что уходит энергия для переваривания этой плохой еду. Правильно я понимаю? Такая связка. Да, да, связка именно такая. Тот объем энергии, который мы бы могли направить на вопрос, а что я могу вообще дать этому миру? Что я могу сделать такого, что люди ждут, за что они готовы платить деньги, и вот эти, знаешь, win-win. Я реализую свой потенциал, я делаю благо для другого человека, он готов за это платить, он получает результат свой прекрасный, вдохновляющий, и вообще все круто. Но вместо этого организм будет тратить на то, чтобы восстановить себя после кофейного скачка, на то, чтобы восстановить себя после того, что вообще не предназначается как еда для человека, и в дисбаланс режима дня, конечно же. Это был второй вредный совет. Есть еще какой-нибудь третий? Конечно, конечно есть. Если вы не хотите выйти на новый уровень в своей жизни, продолжайте перекладывать ответственность на кого-либо, за свой успех, за свою жизнь, и за свои финансы, и за свое счастье. На страну, на мужа, который не зарабатывает, на родителей, которые не додали, на родителей, которые нанесли какие-то детские травмы, я теперь вот их разжевываю всю жизнь свою. Сейчас это очень модно рассказывать, что вот это просто неправильная модель у меня была. Родители негативят, родители транслируют нищету и так дальше. Мы все взрослые, тети и дяди. И сейчас, если мы взяли на себя ответственность, мы можем все, потому что вместе с ответственностью мы берем и силу. Это очень важно. Как только мы перестаем перекладывать ответственность за свое счастье на кого-то другого, мы становимся хозяином своей жизни и можем все, что захочем. Круто, ребят. Если вам не нужны деньги, если вас устраивает дом, работа, три копейки, вот, пожалуйста, думайте о том, что вам все должны, и что придет вдруг Дед Мороз или волшебник на голубом вертолете и подарит вам 500 эскимо. Продолжайте так жить. Но я надеюсь, что большинство людей, которые придут 21-22 ноября на фестиваль «Жизнь как чудо» онлайн, все-таки находятся в другой позиции. Иначе бы они просто не попали на наше событие и не заинтересовались бы им. Алина, давай прям этим людям, нашим классным участникам, дадим три каких-то коротких практики или идеи, с которыми бы они побыли бы, поварились и смогли бы попрактиковать сразу после этого интервью. Прекрасно. Я с удовольствием дам, потому что считаю своей миссией как можно больше людей в этом мире сделать процветающими. Первое, что я рекомендую делать людям, которые наметили себе в цель процветания. сместить фокус внимания, потому что очень часто, ну я думаю, что все слышали фразу, куда внимание, туда энергия. И все с ней соглашаются, что самое интересное, но продолжают трансмировать не то, продолжают питать своей энергией не то, что хотят создать в своей жизни. Слишком дорого, у меня недостаточно, у меня нет возможности. А вот здесь, и вот это всё причитание, мы кормим этого волка, и он будет жить. Что я рекомендую? Я знаю, что очень тяжело поверить в это позитивное мышление, если тебе нечем платить за квартиру. Но вот как именно сейчас помочь себе переключиться? Задавать себе вопрос, а как я хочу, чтобы было? Вот только когда вы чувствуете, что подступает вот этот червячок, пожаловаться, поныть, рассказать, что всё очень плохо, что денег нет и так дальше, попричитать, попилять своего мужа, что он деньги нанесёт и так дальше. Что твоё дело? Обязательно. Вот в этот момент, но здесь нужно включить реальную осознанность, потому что привычка — это очень сильно. Мы просто привыкли так жить и делать. Очень важно задать себе ключевой вопрос. А как я хочу, чтобы было? и перенаправить своё внимание в ту картинку и питать её, и создавать эту картинку в своей жизни. А создавать — это не значит, что как-то лепить её с пластилина. Нет. Мы её уже создаём, когда мы прокручиваем её в своей голове. Мы её уже питаем, мы её усиливаем. Круто. Это одна практика. Может быть, ещё что-то есть? Конечно. Конечно. Следующий момент — это больше как... Не, ну всё же, да, рекомендация. Понять, что деньги экологичные, большие, в удовольствие, приходят только тогда, когда человек на своём месте. Только тогда, когда он выполняет своё предназначение. Только тогда, когда он распаковывает свой потенциал, и это всё происходит в удовольствие. Конечно, тут не надо рисовать иллюзию о чём-то идеальном. Даже на пути предназначения есть сложности, проработки, есть испытания. Это всё есть. Но очень важно понимать, что деньги — это честная обратная связь мира на ту пользу, которую я даю этому миру, опираясь на свой естественный интерес. Естественный. То есть именно предназначение. Поэтому я бы рекомендовала сейчас всем задать себе вопрос. А я занимаюсь тем, от чего кайфую, а я готов это делать в воскресенье утром. А несёт это пользу миру? Вот эти три вопроса себе задать. Если вы на том направлении, прекрасно. Если нет, надо что-то решать. И что надо решать? Надо прийти к Алине Касьяненко на мастер-класс, который называется «Денежная энергия базовой настройки». Я лично от себя рекомендую Алину, потому что лично знаю этого прекрасного мастера, эту классную маму, классную жену и человека, который меняет судьбы тысячи людей. Друзья, от души рекомендую. Посмотрите, она светится вся. Я знаю, что у нее крутые курсы, крутые марафоны. Не упустите, пожалуйста, возможность 21-22 ноября познакомиться с Алиной Касьяненко поближе. Будет крутой мастер-класс про деньги. Алиночка, ну и напоследок, пожалуйста, пожелай что-то участникам нашего фестиваля. Может быть, с каким настроем они должны прийти на наше мероприятие? Или как правильно посетить мастер-классы твой и других мастеров? Да, это очень прекрасно, что ты сейчас это сказала. Я хочу вот настрой дать на этот фестиваль. Прийти на него в позиции ученика. Отбросить все я знаю. Отбросить, ой, я когда-то это сохраняла в заметке, ой, я это читала у какого-то блогера, ой, я это что-то когда-то знала. Нет, вот прийти как чистый лист и взять максимум от этого мероприятия. Оно безоплатное для людей. И очень часто на этом фоне может появиться, ну, как обесценивание, да, но вы будете на этом, на всех мастер-классах, не только на моем, получать сливки. Самое лучшее. Выжимку. Поэтому не жарить картошечку, где-то там слушать фончиком. Взять ручку, взять блокнот и занять позицию ученика и взять свою пользу, потому что придут мастера, которые хотят ее дать. Круто. Вот полностью поддерживаю, тем более люди, которые давно ходят по нашим фестивалям, знают, что там вообще нет никакой воды. Действительно, выжимка, самые сливки, самый смак. Друзья, мы с Алиной и со всеми другими мастерами ждем вас 21-22 ноября на фестивале «Жизнь как чудо». Для этого нужно только зарегистрироваться по ссылочке, которую вы найдете под этим видео. К тому же еще и получить подарок за регистрацию. Где вы еще видели такую щедрость? Ждем вас. Алина, спасибо тебе большое за интервью. Спасибо, Мариночка, за возможность послужить этому миру.